Всем привет! Всем привет! У нас сегодня опять совместное видео, потому что наступил долгожданный момент. Мы высаживаем сегодня рассаду, потому что ждать уже нечего и некого. Я так сильно за нее переживала, потому что мы сейчас покажем, почему я за нее переживала. Да, так что сегодня мы все утро подготавливали посадочные полосы в теплице, рыхлили землю, вскапывали и формировали грядки. Собственно, сейчас все и покажем. Ну что ж, вот что у нас получилось с теплицей. Сегодня мы сделали две большие грядки. Они, наверное, где-то метр двадцать каждая шириной и пять сорок или пять с половиной даже длиной. Черненькие, красивые. Внутри, как я и говорил, везде постелил второй слой пленки. Но самой такой тоненькой пленки, дешевой, самой тонкой. Сверху вот у нас воздухозаборные окна. Пока что подперто на палочке, потому что я все еще никак не доделал до конца. Одного окна вообще нет, оно у меня выставлено просто, потому что петель у меня не оказалось. Ну вот, в ближайшее время поставлю на петлю. Сразу хочу сказать, что температуру теплица держит хорошо, потому что при закрытых дверях и окнах, при температуре на улице 15 градусов, в теплице было 40 градусов. Конечно, это жарковато, но стоит только открыть окна, температура фактически выравнивается с уличной температурой, что очень даже хорошо. Что у нас теперь по рассаде? Есть помидоры, есть перец и баклажаны. Я сразу предвосхищаю многие мнения о том, что нельзя все это вместе сажать. Я знаю, что кто-то говорит, что нужно сажать, кто-то говорит, что нельзя сажать. Но у нас другого выбора сейчас нет. Мы с одной стороны вот здесь посадим помидоры, а с этой стороны посадим перец сладкий и баклажаны в несколько кустов. Что будет, то будет. Посмотрим, что будет. Другой теплицы у нас нет. Огурцы будем высаживать в маленький мини парничок. Что у нас в итоге получилось с рассадой? Почему я так запереживала за нее? Потому что, естественно, емкость, в которой она сидит, очень мала. Но, несмотря на это, поразительные результаты. Мне кажется, они неплохие. Перец получился жирный. Он такой коренастый, низенький, но жирный. Даже вот есть одна маленькая перчинка. Часи маленькая. Да, баклажаны, вот это те, что я сажала позже, баклажаны, а вот это баклажаны, которые мы сажали еще тогда, когда снимали ролик, показывали, они переросли в свою посуду, поэтому листья у них начали желтеть и вянуть. Я запереживала, что мы можем все это потерять. Ну и поэтому рискнем, высадим. Надеюсь, не замерзнет ничего. Да ничего не замерзнет. С помидорами, конечно, немножко похуже оказалось. Они все попадали. Помидоры, если честно, не очень хорошие вышли. Что уж тут говорить. У нас есть две рекордсменки. Вот эти помидорки хорошенькие. Они уже даже зацвели, жирненькие. Ножки у них толстые, синие, лохматые. А вот эти помидоры не очень. Но я верю в то, что мы их посадим. Я их закопаю поглубже просто вот так вот, наверное. И отрыгнуто. Вот, работа идет полным ходом. Юля высаживает. Я разметку делаю. Сейчас покажу. Потому что Юля косоглазия хочет. Разметку мы без всяких ниток. Просто вот палка 50 сантиметров. 50 на 50 сантиметров. Да, и сажаем квадратом 50 на 50. Вот дырки. Их просто тяпкой расширяем. И все. И туда помидорину. Слушай, тут как будто записываешь рецепт. Конечно. А как иначе? Ну, Саша, как всегда, убежал на полдня. Вдруг выяснилось, что надо пчелами заниматься. Поэтому я все досажала. Да. А поливать некому. Ну, сейчас мы польем. А работа уже выполнена. Сейчас покажем готовый результат. Ну, вот она. Вся рассада на своем месте. Одна левая грядка целиком. Там томаты. И справа частично баклажаны. И в конце там перцы сладкие. Все. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok